Особый пожароопасный режим введен в Саратовской области. Огнем уже охвачены острова, лесные массивы и поля. Только за прошедшие сутки в регионе возникло три очага лесных пожаров. Горели деревья на площади более 32 гектаров. Специалисты говорят, одна из причин – человеческая беспечность. Горят не только леса, но и дачные участки горожан. Огнем уже уничтожены более десяти строений. Наши корреспонденты Екатерина Ковальчук и Анастасия Куклева побывали на местах пожаров. Подробности в первом материале программы. Огнем охвачена вся область. Это полыхает сухая трава на острове близ села Генеральское. Из-за сильного ветра пламя распространяется очень быстро. Практически выжжены уже все острова рядом с селом. Подливают масло в огонь и местные жители. Татьяна с мужем очищают огород от сухой травы самым простым способом сжигают. Но не все жители, как эта семья, соблюдают меры безопасности. В разных районах области дымятся оставленные без присмотра костры. Пал сухой травы запрещен почти во всех регионах России. Но несмотря на это, жители все равно сжигают прошлогоднюю растительность. Из-за сухой и аномально теплой для этого времени погоды полыхают леса и трава недалеко от поселка Рыбушка. Выжженная земля дымится под ногами и в любой момент пожар готов разгореться с новой силой. Это возгорание произошло еще днем. Из-за высокой температуры воздуха здесь загорелась сухая трава. Но огонь до сих пор никто не потушил. Поэтому есть вероятность, что пламя может перекинуться на расположенные рядом жилые дома. Так произошло в селе Квасниковка Янгельского района, где работала моя коллега Екатерина Ковальчук. По словам дачников, первый очаг возгорания был зафиксирован именно в этом овраге. Примерно в 13.50-14 апреля. И именно отсюда огонь перекинулся сначала на суховей, а после на дачные участки и дома. Ветер, когда стал дуть, стал сюда. И пошли наши, там тростник, камыш, там все стало гореть. Деревья горели, там по окраю наших оврагов тоже начало гореть. Здесь загорелся туалет у соседа, баня, она кирпичная, но внутри все сгорело, все крыша там летела. А у него еще там по крышке резина была. Обустраивать дачный участок семья Сусловых начала еще около 30 лет назад. Теперь уже пенсионеры своими силами возвели дом, баню, сарай и туалет. За несколько минут плоды многолетних трудов сгорели дотла. В живых огонь не оставил даже яблоню. Плодовое дерево всполыхнул вслед за нежилыми строениями. Вся округа у нас эти яблоки ели, они сладкие, хорошие. Но все, что осталось, жарко. Соседям Сусловых повезло гораздо больше. На их дачном участке от огня пострадала только часть летней кухни. Но спасать от пожара остальную часть постройки приходится подручными материалами. Землей, песком и остатками дождевой воды в баках. По словам дачников, последствия этого ЧП могло бы быть и меньше. В кооперативе «Мечта» еще не начался сезон полива. И водоснабжения на участках еще нет. Это большая проблема. У нас воду всегда дают на 1 мая. И вот это касается, конечно, кооператива, дачного кооператива. Они же должны понимать, что эта зона очень опасная. Вот именно наступает начало апреля, здесь воды нет ни у кого. Вот сейчас пройдитесь, ни у кого нет воды. Ну что, ну прибежали пенсионеры, а что толку это? Вот у нас воды нет. Если какая-то вода была, естественно, мы бы начали тушить это. На помощь дачникам прибыли несколько подразделений пожарной службы. Но интенсивность ветра и сложное расположение домов затруднили тушение пожара. Огонь моментально перебирался от одного здания к другому. Локализовать его удалось лишь спустя несколько часов. На месте пожара работали сотрудники полиции. Правоохранительным органам предстоит разобраться, носил ли этот пожар природный характер. Или же это был поджог. Ведь дачники говорят, что за несколько минут до ЧП в одном из оврагов кто-то жег траву и камыш. Екатерина Ковальчук, Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.